Итак, уважаемые коллеги, я бы хотел поприветствовать, пользуясь случаем, всех участников нашей секции. Организаторов я также хочу поблагодарить за предоставление возможностей выступить. Итак, я бы хотел сегодня поделиться теми исследований, которые мы проводим у себя в Центре, при участии физиков и химиков из Содружественных нам подразделений. Говоря об актуальности, я бы хотел остановиться на нескольких позициях. Они были сегодня уже озвучены предстоящими докладчиками и, конечно же, в значительной степени облегчают мою миссию. Итак, первый постулат – это то, что на сегодняшний день выполнение хирургических операций на подвитывном аппарате сопровождается в большинстве случаев необходимостью использования имплантатов для замещения обширных дефектов, которые формируются после удаления опухоли, и это является золотым стандартом. Это позволяет обеспечивать высокую функциональность при достаточно приемлемых сроках реабилитации. Мы наблюдаем на сегодняшний день рост потребностей в имплантах. Это связано с продолжительностью жизни онкологических пациентов, которая увеличивается благодаря применению новых схем лечения, достаточно высокоэффективных, и пациенты уже имеют возможность доживать до костных событий. Я говорю о метастатических процессах в костях. Рост потребностей в имплантатах обеспечивается за счет возникновения необходимости выполнения ревизионных оперативных вмешательств, связанных с различными переимплантными событиями. На сегодняшний день наиболее приемным материалом для изготовления конструкции мы считаем титан. И титановые сплавы этот материал доказал, в общем-то, свою достаточно высокую биологическую совместимость, возможность использования в различных, при различных локализациях. В то же время этот материал не лишен ряда недостатков. Так, необходимо отметить, что дизайнерские решения с использованием этого материала возможны не для всех локализаций, далеко не для всех локализаций. Это первый момент. Второй момент – то, что при послеоперационном учебном контроле мы имеем достаточно большие проблемы с визуализацией, связанные с артефактами, которые мы видим от конструкции. И краеугольным камнем является, конечно же, возможность создания антибактериальной защиты тех имплантов, которые мы используем в клинической практике. Надо сказать, что титан на сегодняшний день считается неидеальным материалом в плане предотвращения образования бактериальной пленки. Те схемы антибактериальной профилактики и лечения, которые мы используем в клинической практике в виде системного назначения антибиотиков, конечно же, они далеки от совершенства. И здесь необходимо отметить недостаточную биологическую доступность этих препаратов, а также наличие тех штаммов, которые имеют устойчивость к препаратам, которые традиционно применяются в клинической практике. И здесь необходимо отметить, что поиск возможности создания антибактериальной среды в переимплантной зоне за счет привнесения и дополнения дополнительных свойств в сами импланты, в поверхности имплантов, является весьма актуальной и пока еще не решенной до конца задачей. Ну и вот то, что касается дизайнерских решений, я привожу статью, которая была опубликована в 2015 году. В аналакторакальной хирургии собран материал по лечению 54 пациентов. В этих случаях использовались конструкции Stratos и Matrix, и авторы нам демонстрируют достаточно высокий процент осложнений, связанных с отказом конструкции, с поломками механическими этих конструкций, что свидетельствует, в общем-то, конечно же, об отсутствии вот такого идеального варианта для замещения дефектов грудной стенки. То, что касается защиты имплантов, определенные перспективы нам открывает возможность использования конструкций с серебряным покрытием. И вот здесь я привожу статью 2019 года. Немецкие коллеги проанализировали опыт использования мегапронтезов в качестве средств замещения больших дефектов длинных костей. И они демонстрируют то, что использование подобных серебряных конструкций позволяет в 2-3 раза снижать частоту инфекционных осложнений. И у ряда исследователей этот процент гораздо выше положительных исходов. Отмечено, что подобные конструкции показаны при выполнении особенно ревизионных операций. Ну, это логично совершенно. И отмечается, что из токсических эффектов, которые имеют место при использовании серебряных покрытий, это полинеэропатия и аргироз. Но, по мнению авторов этой статьи, само по себе наличие аргироза не является, ну, сколько ли бы, значимым фатальным осложнением или проявлением наличия серебра в организме. И они указывают достаточно такой большой диапазон, большой разброс частоты развития вот этого осложнения от нуля до 23%. Вместе с тем, нужно сказать, что вот это обстоятельство, конечно, диктует необходимость проведения дальнейших исследований в данном управлении. Очень интересные публикации вот здесь я приложу. Датируются они 2017 годом. Значит, одна публикация. Здесь мы говорим о синергизме благородных металлов в проявлении антибактериальной активности. В частности, при использовании иридия и в совокупности с серебром была продемонстрирована наибольшая антибактериальная активность в отношении золотистого стафилококка. При этом титан и титан с серебряным покрытием продемонстрировали наихудшие результаты. Работа, которая датируется двумя годами ранее, демонстрирует также очень благоприятное сочетание золота и серебра, что также продемонстрировало наибольшую эффективность в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка. Вот эти позиции, вот эти моменты и литературные данные нас подвигли на исследования, которые направлены на совершенствование дизайна и разработку новых систем для реконструкции грудной стенки. Эта система для нас является достаточно удобной в плане модификации поверхностных свойств и в плане проведения испытаний как МВИВА, так и МВИДРА. Эта работа поддержана Грантом Российской Федерации. За основу мы взяли дизайн реберных имплантатов из никелета Титана, которые мы используем уже на протяжении многих лет для замещения различных по объему дефектов грудной стенки. Эта схема подразумевает использование различных элементов, включая сетчатые импланты из никелета Титана и ребра жесткости. Подверглись изменению конструкция ребра жесткости, что нас не устроило в работающей конструкции. Это нестабильность и нарушение целостности в ряде случаев самого эндопротеза ребра. При транспортировке, при хранении, при проведении стерилизации мы отмечали то, что в ряде случаев возможен разрыв фиксирующей нити и отслоение пористых пластин, что, соответственно, изменяет условия имплантации и делает это несколько затруднительным и неудобным. Итак, новый дизайн заключается в том, что мы создаем перфорацию на цельно-литой пластине. Далее предполагается формирование нанесения покрытия из благородных металлов и завершающим этапом подготовки имплантанта является создание вот такой вот оболочки из ленты из никелета Титана путем оборачивания данного импланта. Это выполняется уже в операционной после того, когда мы четко понимаем, какие из реберных имплантов будут использованы у данного конкретного пациента. Создание сверхтонкого покрытия выполняется методом химического осаждения из газовой фазы. Для создания вот таких вот тонких пленок используются прекурсоры, которые содержат элементы благородных металлов, в частности, иридия и золото. Выполняется это все в ряд. Калифотография этого устройства представлена на снимке слева. Эта установка располагается в Институте органической химии Сибирского отделения Российской академии наук, которое располагается в Новосибирске. И вот в таких сложных условиях, которые подразумевают достаточно высокие температуры, наличие специальных газовых сред, давления, выполняется нанесение последовательное покрытие из благородных металлов. На сегодняшний день выполнена работа на экспериментальных образцах, размер которых составляет сантиметр на сантиметр. Мы сделали пластинки с иридиевым покрытием и комбинированным иридией плюс золото. Толщина покрытия составляет порядка 400 нм, максимальная толщина 2 мкм. На правом снимке представлен сканирующий электронное микрофото, на котором мы видим образец иридиевого покрытия с наночистицами золота. Надо сказать, что различие в цвете данных глыбок благородных металлов зависит от высоты вот этих вот маленьких колонок. Нам удалось за 2019 год, с момента начала этой работы, провести тестирование экспериментальных образцов на цитотоксичность. Мы провели два этапа исследования. Это оценка жизнеспособности мононуклеарных клеток здоровых доноров при культивировании на экспериментальных образцах в течение 24-28 часов. И второй этап – это было проведение определения уровня лактат-дегидрогеназы в средах, в которых культивировались вот эти импланты. Надо сказать, что мы не получили достоверных различий в сравнении с нативным этилетом титана, который традиционно используется в клинической практике. То есть создание вот таких вот покрытий не привело к повышению токсичности материала. Я прошу прощения. Дальше мы планируем на текущий год продолжить тестирование в опытных образцах. Будут изучены антибактериальные свойства непосредственно уже в инвитро. Далее мы проведем имплантацию лабораторным животным с последующим морфологическим исследованием при имплантных тканях и изучением физики и химических свойств опытных образцов после проведения эксплуатации. Ну и параллельно с экспериментальной работой мы провели, в общем-то, первую имплантацию нового дизайна имплантата, правда, без покрытия. Я подчеркиваю это покрытие, пока мы не использовали в клинической практике. Вот у пациента 65 лет, который страдает раком почки, после проведения удаления первичного очага у пациента выявляется солидарный метастаз к грудину. На данном КТ-сканах это всё достаточно хорошо видно. Поражение имеется субтотальное тело грудины с свободным краем от опухолевого поражения, которое располагается в области рукоятки грудины. Мы выполнили субтотальное удаление грудины и заместили одномоментно нашей системой. Здесь также мы выполнили установку сетчатого импланта. К нему были подшиты реберные имплантаты, которые были подготовлены уже по новой схеме с оборачиванием. Вот здесь на правом снимочке видна как раз вот эта вот никелетитановая сетка в виде ленты, за счёт которой формируется оболочка. Вот подобный дизайн, в общем-то, предполагается нами, что будет обеспечивать достаточно хорошую вторичную стабильность за счёт прорастания окружающими тканями сетки никелетитановой и прорастания через отверстия в пластинах. Внешний вид пациента после выполненной операции, перед снятием скобок кожных, вид при компьютерной томографии это топограмма после операции выполненная. Ну и вот 3D-реконструкция компьютерного изображения. Мы видим установленные никелетитановые конструкции в позиции 2, 3, 4 и 5 рюбер. Полностью замещают дефект удалённой грудины. Ну и в завершение мне хотелось бы сказать, что на наш взгляд новая модель реберного имплантата отличается упрощённой схемой изготовления и имеет определённое удобство в транспортировке, хранении, стерилизации и интероперационной установке. Метод фиксации, который мы закладываем в работе с данной конструкцией, призван обеспечить долговременный хороший функциональный имплант и стабильное положение реберных имплантов. Экспериментальное покрытие, включающее и диезолота, не увеличило, по нашим данным, цистатическое действие и опытных образцов. И мы надеемся, что результаты нашей работы лягут в основу более широкомасштабного изучения эффективности антибактериальных покрытий из благородных металлов, которые мы наносим на никелит титана. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...